Добрый день! С вами Алина Новиченкова, имиджмейкер, визажист, диджитал стилист. Сегодня мы поговорим с вами о том, как выглядеть кошерно, что это значит, как при этом оставаться стильной, элегантной и вообще зачем, и какие есть правила и законы относительно кошерной одежды. Вообще, кошерно или нет, это, как мне рассказала моя Арбанит, в ивритоговорящем еврейском мире касается в основном только еды и различных элементов религиозной жизни, например, таких как миква. А кошерная одежда и подобные высказывания – это уже более широкое понятие, которое распространено именно среди русскоговорящих, живущих в постсловетском пространстве. Кошерно – это значит разрешено, то есть по закону. И давайте разбираться, что же разрешено в кошерной одежде для женщины. В Торе в книге Дворим написано «На женщине не должно быть мужской одежды, мужчина не должен одеваться в женское». Соответственно, женщина не должна одеваться как мужчина. Отсюда мы делаем вывод, что женщина должна носить платье, юбки – это первое правило кошерной одежды. Но более подробно о том, почему это так, мы поговорим с вами в одном из последующих видео. Царь Давид в Тейлим сказал, что каждая еврейская девочка – это дочь царя. То есть каждый из нас – это дочка царя, царя Всевышнего. Поэтому мы должны, соответственно, выглядеть. Давайте подумаем, как же выглядит дочка царя. Конечно, она не будет одевать все подряд. Она не будет носить грубую ткань, она не будет носить вульгарную одежду, слишком кричащую. Она будет одеваться элегантно, женственно, достойно, при этом сдержанно и скромно. Вообще понятие скромность, циют на иврите касается не только одежды, а образа жизни, подачи себя. Это то достоинство, с которым женщина себя несет, спокойно, элегантно и сдержанно. Раньше я думала, что религиозные еврейские женщины одеваются практически так, чтобы их никто не замечал. Знаете, как вот серые мышки, в основном все такое серое, излишне просто. Но на самом деле нужно помнить, что мы с вами, мы бриллианты. И бриллиант не должен быть запакован в какую-то грубую ткань или в мятую газету. Бриллиант, он упаковывается в очень красивую упаковку. И чем дороже бриллиант, тем дороже и красивее эта упаковка. Так и для нас. Наша одежда – это упаковка нашего бриллианта. Ведь мы с вами все бриллианты, правда? Одежда – это про то, как мы себя выражаем, выражаем нашу сущность. Она защищает нас, она защищает наше тело. Если мы понимаем, что наша душа – это бриллиант, она находится в теле, который нам дал Всевышний, то, естественно, это тело нужно правильно упаковать, нужно правильно себя подавать и выражать. Ведь мы с вами – дочери царя. То, что женщина должна одеваться скромно и сдержанно, не отменяет того, что она должна быть красивая. И она свою красоту должна тоже выражать. Ведь, опять же, Всевышний создал нас такими. Он дал нам это тело, дал нам такую внешность. Почему мы должны это скрывать? Нужно грамотно и целесообразно это обрамлять. К тому же мы живем с вами в современном мире. И большинство из нас, из женщин работают, зарабатывают деньги. Поэтому нужно грамотно себя подавать. Нужно грамотно себя позиционировать. Ведь даже, например, то, что касается работы, наша одежда – это то, как мы себя выражаем, как мы себя позиционируем, как эксперты. Если мы ходим на обычную работу, мы строим карьеру, то, соответственно, мы должны выглядеть так, чтобы нас повышали, чтобы нам больше платили. Если мы эксперт, мы продаем наши услуги, то здесь тоже очень важно одеваться, соответственно, тому, в какой области мы эксперты. Например, если это касается финансов, если мы экономисты, то да, одежда более сдержанная, более строгая. Но если у нас творческая деятельность, если мы творческая личность, то мы можем себе позволить более яркие цвета, какие-то интересные ткани, фактуры. Ну, а если мы коучи или психологи, то лучше одеваться так, чтобы нам было легко довериться. То есть это более нежные цвета, это более мягкие фактуры, создавать образ, которому можно доверять. Я помню, как-то читала рассказ про жену седьмого любавческого Рэба, Рэба Цинха и Мушка, как она попала в больницу, и помощник Рэба пришел ее проведать, и увидел плачущую медсестру около ее палаты. Он спрашивает, что случилось? И медсестра рассказывает, как ее тронуло поведение Хай Мушки. Она говорит, что обычно, когда к женщинам приходят мужья, они начинают им плакаться, они выглядят даже хуже, чем без мужей. Тогда как Рэба Цинха перед приходом Рэбы просит медсестру помочь и перевести себя в порядок, чтобы Рэба ни в коем случае не расстраивался. Это тоже учит нас тому, как важно выглядеть хорошо, как важно выглядеть здорово. Ну а я добавлю, что еще важно выглядеть соответственно тому впечатлению, которое мы хотим произвести на работе, на каком-то мероприятии, на свидании с мужем, нынешним или будущим мужем. Это то, что касается такой некой философии относительно кошерной одежды. Но, конечно же, при этом есть определенные законы и правила, по которым определяется, насколько одежда является кошерной, ее может носить религиозная женщина. Об этом мы поговорим в следующем видео. Оставляйте ваши комментарии под этим видео, пишите, какие у вас есть вопросы по этой теме, я обязательно вам отвечу на них в следующих видео.